привет мои дорогие спасибо что смотрите это видео меня зовут оксана и сегодня я покажу вам как в домашних условиях сделать очень эффективную маску из соды маска которая очень хорошо освежает кожу хорошо очищает маска идеально подходят для ухода за кожей любого типа и очень эффективно разглаживает даже самые глубокие морщины так что видео будет полезным информативным устраивайтесь поудобнее всем приятного просмотра и давайте приступим для приготовления этой маски нам понадобится одна столовая ложка обычной пищевой соды соды это лучший очиститель для кожи лица суда очень хорошо смягчает кожу очень хорошо и мягко скрабирует убирает черные точки очень глубоко проникая в расширенные поры очищает поры от грязи пыли и предотвращает появление комедонов прыщей у грей также сода очень эффективно борется из пост окне очень хорошо выравнивает оттенок кожи в общем идеальный продукт и обратите внимание на применение соды в уходе за кожей лица нам понадобится 1 столовая ложка обычной пищевой соды следующий ингредиент для приготовления этой маски нам понадобится 1 столовая ложка оливкового масла обязательно соблюдайте ту последовательность приготовления масок которую я вам показываю от этого во многом зависит качество самой маски и соответственно тот эффект который эта маска будет оказывать на омоложение вашего лица понадобится оливковое масло первого холодного отжима нам понадобится одна столовая ложка оливкового масла оливковое масло очень хорошо уплотняет кожу хорошо увлажняет и одновременно питает если у вас нет под рукой оливкового масла то его можно заменить на обычное подсолнечное нерафинированное масло следующий ингредиент для приготовления этой маски это сметана сметана должна быть высокой жирности и чем жирнее сметана тем более питательных ингредиентов ваша кожа получит сметана также очень хорошо осветляет оттенок кожи очень хорошо питает и смягчает верхние слои эпидермиса кожи добавляю одну столовую ложку обычные жирные сметаны после добавления этих трех ингредиентов нужно все очень хорошо перемешать маска получается очень легкая воздушная перед применением этой маски проверьте свою кожу на аллергенность нанесите состав маски на запястье либо на локтевой изгиб и оставьте примерно на 5-7 минут затем смойте и посмотрите есть ли покраснение консистенция маски очень хорошо и мягко ложится на кожу лица маску эту можно хранить в холодильнике до пяти дней в закрытом виде наносить эту маску лучше всего вечернее время за час или два до сна наносить маску нужно на хорошо очищенную кожу лица лучше всего перед нанесением домашней маски кожу лица распарить идеально эта маска также подходит и для ухода за кожей в сауне в бане также эта маска идеально подходит для всех типов кожи использовать эту маску нужно два раза в неделю в зависимости от типа кожи если у вас очень сухая кожа то достаточно одноразового применения этой маски в течение недели для жирной кожи идеальный вариант использования это два раза в неделю интервал между этими в масками не менее двух дней наносить эту маску нужно на очищенную кожу лица по кожным массажным линиям избегая нанесение область вокруг глаз эту маску можно наносить на шею и на зону декольте после нанесения эту маску нужно держать 10-15 минут после истечения этого времени маску нужно слегка смочить теплыми влажными руками и начинать смывать маску нужно также круговыми движениями по кожным массажным линиям в момент смывания делайте легкий скраб эпидермиса кожи к тому же эта маска очень эффективно будет отшелушивать верхний ороговевший слой клеток что будет давать очень красивый цвет кожи после того как смыли маску теплой водой ополосните кожу лица прохладной водой после применения этой маски можно протонизировать кожу лица либо отваром лекарственных трав либо отваром зеленого чая либо просто кубиками кубиками льда протереть кожу лица затем нанести легкий увлажняющий или питательный крем обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями мамами подругами для того чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложение кожи лица в домашних условиях я надеюсь что вы как всегда с пользой и удовольствием провели вместе со мной время всем всего хорошего до скорой встречи а с вами была оксана всем пока пока